Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Брайан Трейси, мастер времени. Введение. Разные виды времени. Вы цените жизнь? Тогда не тратьте попусту время, потому что жизнь состоит именно из него. Бенджамин Фрэнклин. Как здорово, что мы живем в такое время. Еще никогда в человеческой истории у людей не было столько возможностей для свершений и осуществления целей. Вы можете жить дольше и лучше, чем любое поколение, жившее до вас. Благодаря достижениям современной медицины и системы здравоохранения все больше людей доживают до 80, 90 и даже 100 лет, о чем раньше невозможно было и помыслить. Но сколько бы возможностей для достижения успеха, благосостояния, долголетия и счастья у нас ни было, мы, как и большинство людей, считаем, что сделать для этого надо слишком много, а времени отпущено слишком мало. Из-за взрывного роста объема информации, технологических новшеств и конкуренции, мир меняется настолько быстро, что мы не поспеваем за ним. Сегодня нам требуется совершенно иное осмысление феномена времени, особенно если учесть, что оно бывает разных видов. Если вы хотите добиться максимальной эффективности во всем, чем занимаетесь, то должны знать, что каждая роль деятельности требует особого подхода ко времени. Для постановки цели и принятия решения о том, чего вы на самом деле хотите в жизни, требуется один тип времени, а для расстановки приоритетов – другой. Определенный тип времени нужен для взаимодействия с окружающими, коммуникации, ведения переговоров, осуществления руководства и, совсем иной, для общения с семьей и близкими друзьями. Различные виды времени напоминают масло и воду, они плохо смешиваются друг с другом. Любая попытка воспользоваться типом времени, который не подходит для конкретного дела, приводит к разочарованиям, неудачам и снижению эффективности. Качество жизни Качество вашей жизни во многом определяется умением распоряжаться своим временем. Но на самом деле вы управляете не временем, а самими собой. Если вы не в состоянии должным образом контролировать время, то вам будет трудно контролировать и другие аспекты своей жизни. Однако самые богатые и успешные люди в мире располагают теми же 24 часами в сутках, что и вы. Разница между победителями и неудачниками заключается в том, что первые, даже обладая меньшим потенциалом и ограниченными возможностями, добиваются большего, поскольку лучше и эффективнее распоряжаются своим временем. Вашим самым важным и высокооплачиваемым умением является способность мыслить как до, так и в ходе совершения действий. Вы способны решать, что для вас представляет большую или меньшую значимость. Психологи утверждают, что ваша самооценка, то есть то, насколько вы цените и уважаете самих себя, это главный показатель степени удовлетворенности той или иной областью своей жизни. Секрет высокой самооценки заключается в уверенности в себе, в умении управлять собственной жизнью, достигать поставленных целей, решать задачи и получать результаты, которых от вас ожидают окружающие и которых вы ожидаете сами от себя. Вашим самым ценным финансовым качеством является способность зарабатывать. Под этим подразумевается умение добиваться результатов, за которые другие люди готовы платить деньги. Данная способность зависит от того, насколько продуктивно вы используете свое время до и во время работы, а также после нее. Томас Эдисон писал, «Мышление – самая трудная работа». Именно поэтому большинство людей готовы скорее умереть, чем задуматься. То, как вы относитесь ко времени и способам его использования, во многом влияет на вашу эффективность и качество жизни во всех ее проявлениях. Остановитесь и подумайте. Большинство людей живут в режиме реагирования на внешние стимулы. Если вокруг что-то происходит, в ответ на это они сразу же совершают определенные действия. Это происходит автоматически, бессознательно. Люди становятся рабами текущих событий, звонков по телефону или сообщений, поступающих на компьютер. Английский историк Арнольд Тойнбе получил Нобелевскую премию за свой 12-томный труд «Постижение истории», в котором проследил расцвет и падение 23-х великих цивилизаций или империй за 2500 лет. Тойнбе пришел к выводу, что любая империя проходит вполне предсказуемый цикл от зарождения до упадка. Он предложил закон вызова и ответа, в котором показал, что каждая великая цивилизация начиналась с малого, зачастую с одного племени или деревни. Эффективно реагируя на внешние вызовы, обычно на нападения воинственных племен и другие действия врагов, эта группа росла и развивалась до тех пор, пока не становилась доминирующей на значительной территории. Например, начало Монгольской империи, занимавшей самую большую площадь в истории, положили три человека – Тимучин, его жена Барте и младший брат. Это произошло после того, как другое монгольское племя уничтожило его деревню. Вскоре Тимучин, получивший известность как Чингисхан, расширил границы Монгольской империи, простиравшуюся от Японского моря на востоке до Средиземного моря на западе, подчинив Китай, Индию, значительную часть Древней Руси и Средней Азии. Все зависит от вашего выбора. То же самое происходит и в вашей жизни. Эффективно отвечая на постоянные вызовы, которые бросают вам повседневные события, вы тоже растете и повышаете возможность полной реализации своего потенциала. В наибольшей степени ваши краткосрочные и долгосрочные успехи зависят от того, как вы отвечаете на неизбежные и ежедневные жизненные трудности. Способность эффективно реагировать найти зачастую противоречащие друг другу вызовы определяется тем, как вы распределяете между ними свое время. В этой книге вы познакомитесь с самыми лучшими из всех известных принципов тайм-менеджмента, а также со стратегиями распоряжения временем, которыми пользуются наиболее успешные и счастливые люди. Применяя эти принципы, вы сможете полностью взять свое время под контроль и в ближайшие год-два добиться большего, чем многим людям удается за многие годы. Если вы осознанно отнесетесь к своему нынешнему положению и к поиску наиболее эффективных ответов на различные события, то сможете с большей ясностью и уверенностью выработать оптимальную линию поведения. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Глава первая. Время стратегического планирования и постановки целей. Чтобы побеждать, человеку нужны определенность в целях, точное понимание того, чего он хочет, и страстное желание этого добиться. Наполеон Хилл. Пожалуй, самая важная часть вашей жизни – это время, которое вы посвящаете обдумыванию решений проблем и планированию действий, направленных на достижение целей. А самая бесполезная трата времени – это действия, предпринимаемые без ясной определенной цели. Многие люди попусту расходуют самые продуктивные годы своей жизни, просто реагируя на все, что происходит вокруг них. И выполняя задачи, поставленные другими людьми, у них никогда не находятся даже минутки, чтобы понять, чего же они, собственно, хотят для себя. Прежде чем начать что-то делать, вы непременно должны решить, для чего вы это делаете и какова конечная цель. Могу вас обрадовать, у вас еще никогда не было больше возможностей для достижения целей, чем сейчас. Но только вы сами способны определить, чего хотите. В чем разница между богатыми и бедными? Один из ответов на этот вопрос состоит в том, что у 85% богатых людей есть одна важная цель, реализации которой они посвящают все свое время. И лишь у 3% бедняков есть цель, но работают они над ней от случая к случаю. 1% против 99. В наши дни часто приходится слышать утверждение, что 1% людей в мире обладает большими богатствами, чем остальные 99% вместе взятые. Но эта статистика неверна. Главная разделительная черта в обществе проходит между верхними 3% и оставшимися 97%. Поскольку большинство людей начинают с малого или вообще с нуля, уместен вопрос, каким образом эти 3% добиваются такого успеха на протяжении одного или двух поколений? Ответ прост. У этих 3% людей имеются ясные, изложенные в письменном виде цели и планы, над притворением которых в жизнь. Они трудятся каждый день. Им точно известно, что они собой представляют, чего хотят и в каком направлении движутся. У них есть дорожная карта, с помощью которой можно быстрее и точнее, чем другие люди, достичь здоровья, счастья, богатства и процветания. Для реализации ясных и оформленных в письменном виде целей требуется меньше времени. Люди, имеющие такие цели и планы, зарабатывают в среднем в 10 раз больше, чем другие, даже при одинаковом уровне интеллекта и образования. Нет ничего важнее ясности. Представьте себе охотника, который подходит к лесной опушке, закрывает глаза и стреляет в направлении леса, а потом оборачивается к своим друзьям и говорит, надеюсь, что попал в кого-нибудь. Примерно так живут многие люди. Они набрасываются на жизнь, словно собаки на проезжающий автомобиль, но, как правило, остаются ни с чем. Жизнь большинства людей бесцельна. Они вроде бы и стараются что-то сделать, но им остается только надеяться, что из этого выйдет что-нибудь стоящее. Однако надежду нельзя считать стратегией. Это рецепт, если не полного краха, то, во всяком случае, неудачи. Чтобы извлечь максимум из потраченного времени и наслаждаться богатством и другими жизненными благами, необходимо обдумывать свои цели, особенно в периоды потрясений и стремительных изменений. Вы должны быть постоянно ориентированы на цель. Ставя перед собой задачи, разрабатывая планы, внося элементы организации в свою жизнь, вы с максимальной пользой используете свое время. При постановке целей и разработке личной стратегии необходимо отстраниться от повседневных дел, найти свободное время, устранить все помехи и отвлекающие моменты, а затем задать себе несколько ключевых вопросов, чтобы убедиться в том, что ваши дела соответствуют характеру вашей личности и мечтам, которые вы хотите воплотить в жизнь. Загляните в себя. Первым делом надо задать себе вопрос «Кто я?» Из ответов на него складывается образ человека, которым вы, по вашему мнению, являетесь, и который хотите донести до окружающих. Поскольку все ваши действия соответствуют тому, что вы о себе думаете, ответы на этот вопрос могут рассказать о вас очень многое. Над входом в храм Аполлона в Дельфах была надпись «Познай себя». Это и есть отправная точка знания. Сократ говорил, «Непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой». Если вы не будете регулярно находить время для того, чтобы проинспектировать свою жизнь и убедиться в том, что ваши цели по-прежнему ясны и неизменны, то скатитесь к простому реагированию на события и будете делать то, что нужно другим людям. Начните анализ своих целей с осознания того, что вы уникальная и потенциально экстраординарная личность. Никогда не было и не будет человека в точности похожего на вас. Вам остается только быть самими собой, потому что все остальные личности уже расхватали. Вы представляете собой неповторимую и сложную комбинацию знаний, опыта, талантов, способностей, интересов, эмоций, желаний и страхов. Начиная с раннего детства, вы пережили ряд моментов, которые и сформировали вашу личность. У вас есть сильные стороны и способности. Вы родились, уже имея потенциал для того, чтобы добиться абсолютного совершенства в одной или даже нескольких областях. Вы несете ответственность перед самими собой и окружающими за то, чтобы определить ту самую миссию, ради которой появились на свет и воплотить ее. Вы должны ясно осознавать свое призвание, свою душевную страсть. Делайте то, что вам нравится. Одна из ваших главных задач состоит в том, чтобы найти себе дело по душе, а затем приложить все силы к тому, чтобы добиться в нем совершенства. На протяжении всей взрослой жизни вы должны постоянно задавать себе ряд вопросов. Ответы на них будут меняться со временем и по мере приобретения опыта, однако они должны быть весьма определенными. Менять их следует лишь тогда, когда у вас появится больше дополнительной информации. Для начала устраните все возможные ограничения. Представьте, что у вас есть волшебная палочка, с помощью которой можно сделать свою жизнь идеальной во всех отношениях. Задайте себе следующие вопросы. Чего я очень хочу в жизни? Чем бы мне очень-очень хотелось заниматься всю жизнь? Какой бы мне очень-очень-очень хотелось видеть свою жизнь? Третий вопрос тот, где очень-очень-очень носит ключевой характер. Он заставляет глубже заглянуть в себя, оставляя в стороне такие поверхностные аспекты, как деньги-успех, и зачастую подсказывает ответ, который вы искали. Именно с этого начинается разблокирование своего потенциала. Личное стратегическое планирование. Преуспевающие компании вкладывают много времени и денег в разработку стратегических планов своего бизнеса. Под ними понимаются тщательно продуманные способы достижения целей, ведущие к повышению доходности на конкурентных рынках. Вам тоже необходим стратегический план, но носит личный характер и направлен на то, чтобы добиться большего за меньшее время и с минимумом ошибок. В ходе личного стратегического планирования вы должны регулярно задавать себе четыре основных вопроса. На какой жизненной стадии я нахожусь в данный момент? Чего вы добились к настоящему времени? Как оцениваете свое финансовое положение? Что можно сказать о вашей семейной жизни? Каково состояние вашего здоровья? Как я пришел к тому, что имею сегодня? Какие решения, принятые вами в прошлом, привели к нынешнему состоянию? Каким был ваш самый значительный успех? В чем причины прошлых неудач? В каком направлении я намерен двигаться в будущем? Визуализируйте свое идеальное будущее. Загляните вперед на пять лет и представьте себе, что ваша жизнь совершенно во всех отношениях. На что она похожа? Чем она отличается от сегодняшней? Как мне попасть и своего нынешнего положения в желаемое? Что вы для этого можете предпринять, начиная прямо с сегодняшнего дня? Ясность ваш главный союзник. Личное стратегическое планирование требует во-первых ясных и оформленных в письменном виде целей, и во-вторых тщательной проработки способов и стратегий, с помощью которых их можно достичь. Большинство людей хотели бы зарабатывать больше, занимаясь любимым делом, чтобы в конечном счете достичь финансовой независимости, но добивается этой цели лишь незначительная часть. Почему так? Богачи в первом поколении. В одних только США проживает более 10 миллионов миллионеров, 80% которых самостоятельно заработали свое состояние. Во всем мире насчитывается почти 2000 миллиардеров, две трети из которых также добились этого самостоятельно. Они начинали с нуля и постепенно достигли финансового успеха. Почему же вы не принадлежите к их числу? Существует множество способов достижения таких целей, как высокий заработок, финансовая независимость и богатство. Один из путей достижения финансового успеха – это предпринимательство, то есть готовность основать и построить прибыльный бизнес. Сегодня открыть собственный бизнес для того, чтобы предложить на рынке собственные товары и услуги, стало проще, чем когда бы то ни было. Достаточно лишь создать веб-сайт и начать работать. Многие люди приходят к финансовой независимости за счет специализации и достижения работая на какую-нибудь компанию и получая высокую зарплату. Они трудятся на других людей, но успешно строят карьеру и с каждым годом получают все больше и больше. Примерно 10% миллионеров – это специалисты высокого класса, имеющие профессию врача, юриста, архитектора, бухгалтера, инженера и тому подобную. Они добились успеха за счет тяжелого труда на протяжении длительного времени и сумели создать себе превосходную репутацию, которая очень хорошо оплачивается. Вы можете стать предпринимателем и основать свой бизнес или работать на какую-нибудь компанию, особенно молодую, но имеющую большой потенциал. Вы можете специализироваться на какой-то деятельности, добиваясь в ней совершенства. К успеху ведет множество дорог. Прислушайтесь к себе. Выбирать свой путь следует в зависимости от личных качеств, умений, темперамента и собственных предпочтений. Могу вас обрадовать, здесь не существует единственно правильного пути. Миллионы людей добиваются отличных финансовых результатов, работая как на других, так и на себя, а иногда сочетая и то, и другое. Кто-то приходит к успеху в сфере предпринимательства за счет большого разнообразия видов деятельности, кто-то открывает собственный бизнес, а затем идет по пути специализации, доводя до очень высокой степени качества какой-то продукт или услугу, за которую люди готовы хорошо платить. Четкий подход это, пожалуй, 95% успеха. Чем лучше вы понимаете, кем являетесь и чего хотите, тем легче будет добиться успеха практически в любых условиях и обстоятельствах. Томас Карлейль писал, не имеющий цели не продвинется вперед и по самой гладкой дороге, в то время как человек с ясными целями движется даже по бездорожью. Если вы найдете время, чтобы остановиться и подумать о том, чего на самом деле хотите и как этого достичь, то сможете сэкономить годы тяжелого труда и вам не придется топтаться на месте. Забудьте прошлые ошибки и сосредоточьтесь на будущем. Турецкая пословица гласит, какое бы расстояние вы не прошли в неверном направлении, все равно придется поворачивать назад. Интеллектуальный фактор Юморист Джош Биллингс однажды сказал «Боль человеку причиняют не знания сами по себе, а понимание того, что эти знания ложны». В детстве учителя и родители постоянно повторяли мне, что если у меня будут плохие оценки, если я не получу аттестат и не поступлю в колледж, то успеха в жизни мне не видать. И я им верил. Когда меня исключили из школы, начались суровые трудовые будни. На протяжении нескольких лет я мыл посуду, копал колодцы, работал на лесопилках и фабриках. Порой мне приходилось ночевать в машине. Я видел вокруг преуспевающих людей, многие из которых были моложе меня, и мне пришлось произвести переоценку своих взглядов на успех. Я начал спрашивать себя, почему одни люди добиваются большего, чем другие. То, что я узнал, привело меня в изумление. Оказалось, что зависимость успеха от образования, интеллекта, высоких оценок, происхождений и даже природных способностей весьма незначительно. Интеллект считается важным качеством для достижения успеха в любой области. Однако обширные исследования показали, что у многих преуспевающих людей показатели IQ не такой уж и выдающийся, и они имели не слишком высокие баллы в школе. Их интеллект хоть и был выше среднего, но на гениев они никак не тянули. Образ действий Эксперты пришли к выводу, что интеллект имеет отношение скорее к образу действий, чем к высоким оценкам и величине IQ. А что такое разумный образ действий? Ответ прост. Вы ведете себя разумно, если ваши действия приближают вас к цели, которую вы перед собой поставили. И наоборот, вы ведете себя неразумно, если ваши действия отдаляют вас от желаемого результата. На своих семинарах я ознакомлю людей с одним простым способом, который позволит каждому из них удвоить свои доходы. Я называю его методом А-Б. Работает он следующим образом. Вы делите все свои задачи и действия на две категории А и Б. Решение задач А приближает вас к поставленным целям. Эти задачи предполагают достижение успеха в своей сфере деятельности, повышение заработков, проведение большего времени с семьей и друзьями, отличное здоровье. Действия типа Б не приближают вас к целям, или, что еще хуже, отдаляют от их достижения. Правило, которое способно изменить вашу жизнь, гласит, решайте только задачи типа А. Приучите себя делать лишь то, что улучшает и обогащает вашу жизнь и работу, придает вам ощущение движения вперед и превращения в ту личность, которой вы мечтаете стать. Эта простая стратегия позволит вам удвоить и даже утроить свою эффективность в течение ближайшего времени. Но главное заключается в том, что если вы будете работать только над реализацией самых важных целей, у вас появится ощущение победы. Вы будете испытывать радость и удовлетворение от своих успехов, у вас повысится самооценка, вы станете уважать себя и гордиться собой. Более того, если вы сосредоточитесь только на самых главных задачах и целях, вас будут уважать и любить все окружающие, а вскоре вы станете одним из наиболее ценных сотрудников в своей организации. Постановка целей и формула достижения Существует простая, но эффективная формула достижения целей, состоящая из семи шагов. Вы можете усвоить этот рецепт и пользоваться им всю жизнь. Я ознакомил с данной формулой более миллиона человек в США, Канаде и 72 других странах. Уже долгое время многие люди подходят ко мне и шлют письма, каждый раз говоря примерно одно и то же. Вы изменили мою жизнь и сделали меня богатым, а все дело в целях. Первый шаг. Точно определите, чего вы хотите. Большинство людей этого не знают, будьте как можно более конкретными. Ваши цели должны быть такими ясными, чтобы вы могли объяснить их шестилетнему ребенку, а тот в свою очередь мог бы передать их своими словами другому шестилетнему ребенку. Более того, он сможет подсказать вам, насколько близко вы подошли к своим целям, поскольку ему это будет предельно понятно. Одна из самых больших ошибок заключается в том, что люди полагают, будто у них есть цели, хотя на самом деле речь идет лишь о фантазиях. В качестве упражнения я задаю своим слушателям вопрос о наличии у них целей и прошу их всех поднять руки и сказать «да». А потом я предлагаю им назвать некоторые своих целей в качестве примера. Из зала слышатся выкрики «Я хочу быть счастливым», «Я хочу больше денег», «Я хочу путешествовать», «Я хочу спокойной семейной жизни». Но все это не цели, а фантазии и иллюзии, свойственные всему человечеству. Это надежды и мечты, которые бывают у каждого. Они не имеют ничего общего с ясными, конкретными целями, на которых можно сконцентрироваться и над достижением которых можно работать каждый день. Никто не сможет сказать вам, насколько близко вы подошли к исполнению своей мечты или желания. Зафиксируйте цель в письменном виде. Второй шаг. Запишите свою цель. Только у 3% взрослых людей цели оформлены письменно и создается впечатление, что все окружающее работает на них. В среднем такие люди зарабатывают в 10 раз больше, чем те, кто не записывает свои цели. Сформулировав цели письменно, сделайте их измеримыми. Снабдите их цифрами, благодаря которым даже 6-летний ребенок сможет оценить, насколько вы к ним близки. Существует правило, которое гласит, если вы хотите добиться успеха, снабдите каждую свою цель и каждое действие критерием оценки, а если хотите разбогатеть, то эти критерии должны иметь денежное выражение. В ходе недавнего исследования, в котором участвовало 150 ученых, были изучены тысячи компаний более чем в 20 странах. Выяснилось, что в основе 80% их успеха лежат всего 3 фактора – конкретные цели, ясные критерии измерения, четкие сроки. Помните, что нельзя попасть в мишень, если вы ее не видите. Если у вас ясные цели и вы можете измерить степень приближения к ним, то ваш путь будет легче и короче. Когда вы хотите добиться результата. Третий шаг – установите конечный срок. Точно определите, когда вы хотите реализовать ту или иную цель. Если она носит долгосрочный характер, разбейте ее по годам, месяцам, неделям или даже дням. Некоторые из наиболее успешных людей, которых я знаю, составляют на основе цели, рассчитанной на 10 лет, пятилетние, годовые, месячные планы и так далее, вплоть до ежедневных. Самодисциплина помогает им каждый день работать над выполнением пунктов этих планов. А как быть, если вы не сумели осуществить свои планы в намеченный срок? Все очень просто. Наметьте новую дату, а если необходимо, то еще одну и еще. Устанавливая первоначальный срок, вы исходите из той информации, которой располагаете на данный момент. Но внешние факторы могут измениться. Может разразиться экономический кризис, могут упасть цены на а от этого меняются условия ведения вашего бизнеса или работы целой отрасли. Если что-то вынуждает вас отойти от намеченного графика работы, установите новый срок. Не бывает нереальных целей, бывают только нереальные сроки. Думайте на бумаге. Четвертый шаг. Составьте список всех действий, которые, как вам представляется, необходимо будет совершить для достижения цели. Впоследствии его можно будет дополнить новыми идеями, до которых вы додумаетесь сами или которые кто-то подскажет. Продолжайте работать над списком до тех пор, пока он не станет исчерпывающим и его уже нечем будет дополнить. Пятый шаг. Упорядочьте свой перечень. Укажите, что необходимо сделать в первую очередь, что потом и так далее, вплоть до финального действия, ведущего к воплощению цели в жизнь. Вы можете также распределить пункты перечня по значимости, что вам представляется в нем самым важным, что вторым по степени важности. Не забывайте о правиле 80 на 20, в соответствии с которым 80% успеха зависит от 20% выполняемых вами действий. Нередко бывает так, что одна самая важная вещь приносит 80% успеха и является решающей для достижения цели. Список мероприятий, составленных в хронологическом порядке или расклассифицированной по степени важности, становится планом действий. Если у вас есть цель, оформленная в письменном виде, и план, то можете считать, что уже продвинулись дальше, чем 97% населения. Теперь вы можете идти к цели быстрее и добиваться успехов, вызывающих удивление у окружающих. Ориентация на действие. Шестой шаг. Переходите от слов к конкретным делам. Предпримите хоть что-нибудь. Главное не останавливаться. Сделайте первый шаг. Он, как правило, достаточно очевиден. Вы всегда представляете себе, с чего надо начинать. Совершив первый шаг, который обычно является самым трудным, вы сразу получаете три преимущества. Во-первых, у вас появляется обратная связь, что дает возможность корректировать направление движения по ходу дела. Во-вторых, возникает множество новых идей по поводу дальнейших действий. В-третьих, вы приобретаете уверенность в себе и повышаете самооценку. Вы ощущаете свою силу и способность контролировать ход событий. И все это благодаря только первому шагу на пути к цели. Седьмой шаг. Пожалуй, это самый важный из всех шагов, поскольку в кратчайший срок способен перевернуть вашу жизнь. В общих словах он заключается в том, чтобы каждый день предпринимать что-то ведущее вас к конечному результату. Семь дней в неделю, 365 дней в году делайте что-нибудь большое или малое, чтобы хоть на шаг стать ближе к цели. Поступая так каждый день, вы создаете инерцию движения к успеху. Принцип инерции, сформулированный еще Исааком Ньютоном, гласит, что требуется значительное количество энергии, чтобы вывести тело из состояния покоя, но затем достаточно прилагать лишь небольшие усилия для поддержания движения. Вспомните, как нелегко сдвинуть с места стоящий автомобиль. Для этого необходимо приложить очень большие усилия, но чем быстрее он катится, тем меньше сил вам приходится затрачивать. Упражнения на постановку цели. Возьмите чистый лист бумаги, напишите в верхней части слова «цели» и поставьте сегодняшнюю дату. А теперь заставьте себя перечислить по меньшей мере 10 задач, которые вам хотелось бы решить в течение ближайших 12 месяцев. Это могут быть краткосрочные цели, которые можно реализовать за один день, а могут быть и такие, для которых понадобится неделя, месяц, полгода или год, но все они должны быть выполнимы в течение 12 месяцев. Записывать цели надо особым образом, чтобы они лучше воспринимались вашим подсознанием, центром ментальной силы. Цели должны быть сформулированы от первого лица, в позитивной форме и в настоящем времени. Каждая цель должна начинаться со слова «я». Подсознание начинает действовать только тогда, когда убеждается, что высказанное желание принадлежит именно вам. Поэтому запись должна выглядеть, например, так. «Я зарабатываю такую-то сумму денег по состоянию на 31 декабря такого-то года». Сделайте свое утверждение позитивным. Вместо «я больше не курю» напишите «я бросил курить». Подсознание воспринимает как команду только те высказывания, которые не содержат отрицания. Цель должна быть сформулирована в настоящем времени, так как подсознание не имеет дело с будущим. Поэтому излагайте ее так, словно она уже реализована, и вы просто констатируете факт. Например, «вместо «я хочу заработать к концу года такую-то сумму» лучше написать «такая-то сумма в указанный день лежит на моем счете». Или, к примеру, «31 декабря такого-то года я сижу за рулем четырехдверного седана BMW». Подсознание воспринимает такое высказывание как руководство к действию и начинает круглосуточно трудиться над его выполнением. Как только вы ясно определитесь со своими целями, сроками их реализации и зафиксируете их в письменном виде, возникнет поток новых идей и фактов, которые приближают исполнение ваших желаний. Главное предназначение Наполеон Хилл, на протяжении 22 лет изучавший жизнь самых богатых людей Америки, писал, что «большой успех всегда начинается с определения человеком своего главного предназначения». Эта цель представлялась ему важнее всех остальных, ее реализация помогает в достижении и других целей. Взгляните на свой список из 10 целей и задайте себе вопрос. «Если бы мне нужно было выбрать всего одну цель, то какая из них оказала бы самое большое влияние на мою жизнь?» Обычно над этим не приходится долго задумываться. Какая-то одна цель сразу привлекает ваше внимание и вдохновляет. Вы чувствуете, что ее притворение в жизнь сделает вас счастливее, чем любое другое достижение. Обведите эту цель кружочком. А теперь возьмите чистый лист бумаги и напишите вверху «Я достиг этой цели к такой-то дате». Таким образом, вы соблюдаете все три требования к формулированию цели и указываете конкретный срок ее исполнения. Теперь необходимо составить перечень всех мероприятий, которые для этого потребуются. По мере того, как вам в голову будут приходить новые мысли, этот список будет пополняться. На основании данного перечня составляется план. Определите, что необходимо сделать в первую очередь, что во вторую, третью и так далее. Теперь нужно переходить от слов к делу. Сделайте первый шаг. Выйдите из зоны комфорта и отправляйтесь в путешествие к своей цели, которая изменит вашу жизнь к лучшему. Наконец, примите решение каждый день делать что-нибудь, хоть на шаг, приближающий вас к мечте. Формула миллионера. Эта простая формула, больше, чем какое-либо другое известное средство, помогла многим людям во всем мире добиться огромных успехов. Если вы хотите жить той жизнью, о которой всегда мечтали, то, проснувшись утром, сразу же задумывайтесь о своем главном предназначении, о своей великой цели. В конце дня опять вспомните свою цель и те шаги, которые вы сегодня сделали по пути к ней. Чем больше вы будете думать о цели, тем активнее будет работать закон притяжения. Вы начнете привлекать в свою жизнь идеи, людей, деньги и ресурсы, которые помогут вам все быстрее и быстрее продвигаться к своей мечте. Но этим дело не ограничивается. По мере того, как вы будете добиваться прогресса в движении к своей самой важной цели, будут расти успехи и в достижении других целей. Улучшение будет наблюдаться во всех аспектах вашей жизни. От этого повысится самооценка и уверенность в себе. Вы почувствуете в себе силу и способность добиваться того, чего хотите. У вас появится упорство и нежелание сдаваться. В конечном счете вас не сможет остановить никакая сила. Практические задания. Возьмите чистый лист бумаги и запишите 10 целей, которых вы хотели бы достичь в течение ближайших 12 месяцев. Выберите одну цель, которая, на ваш взгляд, окажет самое мощное положительное влияние на вашу жизнь и обведите ее кружком. В письменном виде составьте план по достижению этой цели, руководствуясь изложенными выше рекомендациями. Глава 2. Продуктивное использование времени. Тот, кто каждое утро планирует хоть дня и следует этому плану, держит в руке нить, которая ведет его по лабиринту напряженной жизни. Виктор Гюго Чтобы извлекать из своих действий максимум пользы, вы должны подходить к вопросу эффективности иначе, чем большинство людей. Способность умело распоряжаться рабочим временем, добиваться высочайшей производительности и выполнять свою работу быстрее и качественнее повлияет на вашу карьеру сильнее, чем любой другой фактор. Время используется продуктивно, если на протяжении всего дня вы планируете, организуете, расставляете приоритеты и концентрируетесь на самых важных делах. Производительный труд требует высоких затрат умственной и физической энергии, дисциплины, сосредоточенности и решимости выполнить работу быстро и качественно. Ваше отношение к делу во многом определяет количество и качество выполняемых заданий. Оно складывается из трех самых важных факторов ясности, сосредоточенности и упорства. Начинать следует с ясности, от которой зависит до 95% успеха. Для этого необходимо постоянно задавать себе вопрос, каких результатов от меня ожидают? В жизни и в работе нет ничего важнее результатов. Это главный, а может быть и единственный фактор, от которого зависит ваш доход, репутация и будущее. Именно он определяет, что думают и говорят о вас окружающие. Если человек добивается успеха в работе, его характеризуют как очень продуктивного и ориентированного на результат. К таким людям обращаются в первую очередь, когда требуется сделать что-то важное качественно и в срок. Ваша задача стать одним из таких людей. Ваш персональный бренд В отношении каждого человека у окружающих складывается в сознании индивидуальный бренд. Это те несколько слов, которыми они думают о вас или описывают вас в общении между собой. Содержание вашего личного бренда во многом зависит от того, что происходит в вашей жизни. Недавние исследования показали, что, знакомясь с новым человеком, мы прежде всего ищем в нем два набора качеств, из которых складывается личный бренд. Первый это теплота и доверие. Симпатичен ли мне данный человек, могу ли я ему доверять и буду ли чувствовать себя комфортно рядом с ним. Интересно, что такой вывод о человеке вы делаете в первые пять секунд знакомства и при этом набор качеств это комбинация компетентности и способностей. Может ли данный человек должным образом и вовремя сделать то, что мне от него требуется? Насколько он компетентен в этих вопросах? Чтобы сделать такой вывод, требуется, как правило, длительное время общения с человеком и наведения справа ко нем. Дополните симпатию компетентностью. Исследователи пришли к следующему выводу. Если вы вызываете у людей симпатию и они считают, что вам можно доверять, то у вас будет много друзей, с которыми будут складываться хорошие взаимоотношения. Но если при этом за вами закрепилась репутация неважного работника или, что еще хуже, некомпетентного человека, на которого нельзя положиться, то отношение окружающих к вам можно характеризовать как симпатию в сочетании с жалостью. Причина проста. Люди инстинтивно чувствуют, что вы хороший человек. Но репутация плохого работника подсказывает, что у вас нет большого будущего. Вы не добьетесь значимых успехов в долгосрочном плане. Вас ждет судьба не победителя, а скорее неудачника. Пожалуй, самое важное качество человека – его надежность. Это значит, что люди могут во всем на вас положиться и вправе в любое время ожидать от вас прекрасной работы. Часто, пытаясь узнать чье-то мнение о том или ином человеке, мы спрашиваем, какое общее впечатление он производит. Это подразумевает совокупность всех черт. Нас постоянно оценивают другие люди точно так же, как мы оцениваем их. Каждый день вы производите на окружающих общее впечатление, которое складывается из множества отдельных проявлений. Это и есть ваш личный бренд. Вопрос лишь в том, как сделать его более привлекательным. Ваша задача заключается в том, чтобы сформировать впечатление о себе, как о незаменимой личности. Окружающие должны думать и говорить о вас, как о человеке, который всегда и в любой ситуации привносит в жизнь нечто ценное. Это самая лучшая репутация, которую только можно себе представить. И обмануть тут никого невозможно. Все безошибочно могут определить, кто лучший работник в любой организации. Поэтому задайте себе вопрос, какое впечатление я произвожу на окружающих? Пандемия Пандемия это инфекция, распространившаяся на большую территорию и затронувшая огромное количество людей. Сегодня по всему западному миру распространяется пандемия наплевательского отношения к работе. Она подрывает производительность, ослабляет характер, разрушает надежды на будущее и мечты, убивает стремление к достижениям и прогрессу, заставляя миллионы людей, особенно молодых, довольствоваться низкими заработками. Эту пандемию можно назвать проклятием электронных гаджетов. По данным исследований, добрая половина рабочего времени каждый день расходуется на деятельность, не приносящую никакой пользы компании и не имеющей отношения к должностным обязанностям работников. Люди просто не способны продуктивно трудиться на протяжении всего рабочего дня. Большинство людей в возрасте 20-30 лет впервые приступили к трудовой деятельности, когда уже существовали интернет, фейсбук, ютуб, гугл и твиттер. По состоянию на 2016 год разработано более миллиона двухсот тысяч приложений для смартфонов, большинство из которых служат для развлечения и пустого времяпрепровождения. По некоторым оценкам, взрослый человек тратит в среднем три с половиной часа в день на просмотр электронной почты, СМС и различных приложений в своем телефоне. Сами того не осознавая, люди, впавшие в зависимость от электронных устройств, постепенно разрушают свои надежды и мечты на будущее. Чем чаще они отвлекаются на пустяки, тем меньше времени остается для работы и тем некачественнее она выполняется. Как складывается отношение к работе? Почему многие люди работают хуже и получают меньше, чем могли бы? Чтобы это понять, необходимо вспомнить свои школьные годы, когда мы впервые сталкиваемся с работой. Вот как это происходит. Вы в первый раз идете в школу, ощущая некоторый страх и неуверенность. Однако уже в скором времени понимаете, что вокруг вас куча детей того же возраста. А что обычно делают дети со своими ровесниками? Играют. И вскоре вы уже торопитесь в школу, как на игровую площадку, где можно развлекаться с друзьями. Чем дальше, тем больше школа превращается в главное место развлечений. Разумеется, вам приходится выполнять какие-то задания и поддерживать определенный уровень успеваемости, чтобы не вылететь и школы. Но учеба для вас это прежде всего общение с друзьями и социальная активность, а вовсе не работа по усвоению знаний. Если вам повезет поступить в университет, то развлечения с друзьями продолжаются, но уже без родительского надзора. Большинство студентов проводят 4 или 5 лет в радостном общении со сверстниками, а учебе уделяют лишь столько внимания, чтобы не быть исключенными. Трудовые будни Закончив учебу, вы впервые устраиваетесь на работу. В первый день вы нервничаете и ощущаете неуверенность, не зная, что вас ожидает. А потом начинаете знакомиться с коллегами, многие из которых не старше вас. И это напоминает вам школу. Что надо делать с ровесниками? Играть. Сегодня работа для многих людей – это место, предназначенное главным образом для развлечений. По некоторым оценкам, среднестатистический сотрудник включается в активную деятельность не раньше 11 часов, а уже к половине четвертого его трудовой порыв идет на спад. Придя на работу, он первым делом должен пообщаться с друзьями. Пустая болтовня на темы, не связанные с работой, отнимает почти 50% времени. Если он не треплется с коллегами, то сидит в электронной почте или Фейсбуке. Выясняет, что где можно купить, переписывается с приятелями, просматривает всякий спам. В результате рабочий день подходит к концу. Ввиду того, что многие ходят на работу ради развлечений, их раздражает начальство, которое заставляет заниматься делом. Ведь постоянное отвлечение на электронные гаджеты не оставляет времени для серьезной работы. Электронная болезнь. Среднестатистический сотрудник проверяет электронную почту 145 раз в день. Именно это побудило эксперта по тайм-менеджменту Джулио Моргенстерн написать книгу «Не начинайте день с электронной почты». К такому же выводу приходит все больше компаний и организаций, в том числе журнал «Гарвард Бизнес Ревью». Если вы тратите на просмотр почты слишком много времени, это негативно сказывается на вашей карьере и практически не дает возможности трудиться с полной отдачей. Причина такого разрушительного воздействия электронной почты на производительность труда и карьерные перспективы заключается в том, что каждый раз, когда вы получаете очередное послание, организм выбрасывает в кровь порцию дофамина, стимулирующего гормона по химическому составу схожего с кокаином. Это доставляет удовольствие и вы подсознательно хотите повторения. А поскольку данное ощущение увязывается у вас получением электронной почты, смс, телефонного звонка или другого общения с помощью смартфона или компьютера, то вы посвящаете этому занятию весь день. Вскоре вы уподобляетесь наркоману и не можете остановиться. В одной статье, опубликованной в журнале USA Today, говорится, что постоянный просмотр сообщений в компьютере или телефоне утомляет мозг. Как следствие, показатель IQ может всего за день снизиться на 10 пунктов. Вы с каждым часом становитесь все тупее. К концу дня мозг настолько устает, что утрачивает способность принимать простейшие решения, например, что приготовить на ужин или какую передачу посмотреть по телевизору. Делу время, а потехе час. Чтобы избежать ловушки отвлекающих факторов, необходимо постоянно напоминать себе, что рабочее время для дела, а не для игр. Устраиваясь на работу, вы как бы заключаете соглашение о предоставлении какого-то количества продукта определенного качества взамен на оговоренное количество денег и других благ. Вы даете обещание, и его надо выполнять, ведь вы связаны договорными обязательствами. Если вы будете подходить к своей работе таким образом, это полностью изменит всю вашу систему взглядов. Находясь на работе, каждую минуту задавайте себе следующие вопросы. Почему меня приняли на работу? За что мне платят деньги? Соответствует ли то, что я делаю в данный момент, тем условиям, на которых меня взяли на эту должность? Оптимально ли я использую свое рабочее время? Если в данный момент вы делаете не то, за что вам платят деньги, остановитесь, чем бы ни занимались, и вернитесь к тому, ради чего вас приняли на работу. Если взялись за работу, то работайте. Самое главное правило успеха гласит, все рабочее время должно быть посвящено работе. Придя на работу, поздоровайтесь с коллегами и немедленно беритесь за дело, словно бегун, срывающийся со стартовых колодок. Если кто-то захочет с вами поболтать, улыбнитесь и вежливо скажите, что охотно побеседуете после работы, а сейчас у вас есть срочные дела, которых никто, кроме вас, не сделает. Со временем люди, которые не ценят ни свое, ни чужое рабочее время, перестанут рассматривать вас как объект для общения и будут разбазаривать свое время в беседах с кем-нибудь другим. Для рабочего времени существует простое это дважды в день, скажем, в 11 часов утра и в 3 часа дня, а в промежутках просто закрывайте ее. Отключите все звуки и другие сигналы, напоминающие о поступлении корреспонденции. Не забывайте, что каждый раз, когда вы слышите такой сигнал, происходит выброс в кровь дофамина, отвлекающий от работы и снижающий производительность. Научитесь обходиться без этого. Сосредоточенность. Второй ключевой фактор высокой производительности – сосредоточенность, то есть способность заниматься только одним самым важным делом. Это умение, как, пожалуй, никакое другое, поможет вам сделать стремительную карьеру. Электронные гаджеты мешают сконцентрироваться, отвлекают от работы и отдаляют от результатов, необходимых для успеха. Многие уповают на миф многозадачности, они полагают, будто способны одновременно заниматься несколькими делами. Однако ученые выяснили, что за многозадачностью скрывается лишь переключение с одной задачи на другую. Человек просто мечется между различными делами и не может сосредоточиться ни на одном. Более того, ему требуется около 17 минут, чтобы вновь сконцентрироваться на задаче, от которой он по какой-то причине отвлекся. Третий ключевой фактор повышения производительности после ясности и сосредоточенности – это упорство. Любое важное задание требует умения работать в полную силу на протяжении всего периода времени, необходимого для окончательного его завершения. К счастью, это умение вырабатывается на практике, а в результате повторения становится автоматическим и впоследствии не вызывает трудностей. Награда за труды Если в течение всего рабочего дня вы будете придерживаться принципов ясности, сосредоточенности и упорства, вас ждут две большие награды. Во-первых, вы войдете в число самых производительных и уважаемых сотрудников в своей организации, вы будете выполнять больший объем работы быстрее и качественнее. Вам будут давать все больше ответственных заданий, на вас обратит внимание начальство, вам повысят зарплату и вы скорее продвинетесь по карьерной лестнице. Перед вами откроется множество благоприятных возможностей и все это произойдет быстрее, чем вы думаете. Вторая награда заключается в улучшении отношения к самим себе, ведь и на работе и в личной жизни все крутится вокруг достигнутых результатов. Каждый раз успешно завершив какое-то дело, вы чувствуете прилив энергии, творческих сил, энтузиазма и уважения к себе. У вас повышается самооценка, вы испытываете радость, спокойствие и уверенность в общении с окружающими, мозг вырабатывает эндорфины, естественные гормоны счастья. Почувствуйте себя победителем. Формула успеха сводится к тому, чтобы начинать каждый новый день, имея на руках список дел, которые необходимо выполнить. Они должны быть перечислены в порядке убывающей важности. Начинайте работу с самого сложного задания и приучите себя не отрываться от него до полного завершения. Решив поставленную задачу, вы ощущаете выброс в кровь эндорфинов, что доставляет вам радость, повышает самооценку и заставляет гордиться собой. Если речь идет о сложном и ответственном задании, эти чувства еще больше усиливаются. А если вы выполнили чрезвычайно важное задание, например, подписали крупный контракт, то радость буквально переполняет вас. Приучив себя безостановочно работать над сложными задачами до их окончательного решения, вы значительно ускоряете свой карьерный рост. Если успешно выполненная работа доставляет вам радость и чувство гордости, то совершенно противоположные чувства разочарования и неудовлетворенности возникают, когда вы работаете часами, но не получаете результатов. Помните, что результат — это все. Вы сможете быть счастливым лишь тогда, когда добьетесь результатов, которых от вас ждали. Сделайте рабочее время более продуктивным. Существует множество способов производительно использовать свое время, что значительно повышает как результаты труда, так и вознаграждение за него. Поскольку 95% всех действий совершаются вами по привычке, а новые привычки усваиваются в результате практики и повторений, то, освоив за месяц приведенные здесь испытанные способы, вы сможете удвоить и даже утроить свою производительность. Вы войдете в число лучших сотрудников. Составьте список. Первый принцип тайм-менеджмента — это составление в начале каждого рабочего дня списка предстоящих дел. Еще лучше подготовить такой перечень накануне вечером, когда вы заканчиваете рабочий день. Составив список того, что вам предстоит сделать, вы включаете в работу свое подсознание, которое будет трудиться всю ночь, пока вы спите. В этом случае вы зачастую просыпаетесь утром уже с готовыми идеями и решениями, позволяющими выполнить работу лучше и быстрее. Если по ходу дела возникает какое-то новое задание, включайте его в свой список, причем как можно скорее. Не поддавайтесь электронную почту, пока не внесете новое дело в свой перечень. Включив новое задание в уже существующий список, вы сможете яснее увидеть, какие из них имеют большую важность, а какие меньшую. Как считает эксперт по тайм-менеджменту Алан Лакейн, впервые составив список дел, вы можете в первый же день сэкономить 25% времени. Через 3-4 недели у вас формируется привычка составлять такие перечни каждый день ваша производительность моментально возрастет. Четко расставленные приоритеты Прежде чем браться за работу, распределите все дела из списка по степени важности. Найдите время, чтобы остановиться и подумать о предстоящей работе, осознавая при этом, что всех дел все равно не переделаешь. Как бы ни была высока ваша производительность, задачи же дающих решения все равно будет слишком много. Вам придется выбирать, чем заняться в первую очередь, чем во вторую, а что вообще не делать. Примените к своему списку правило 80 на 20, в соответствии с ним 20% ваших действий приносят 80% всех результатов. Если у вас на день запланировано 10 дел, то 2 из них принесут больше пользы, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда это правило трансформируется даже в 90 на 10, и тогда из 10 дел одно оказывается куда более важным, чем совокупность всех остальных. Не забывайте, что значение имеет не время, потраченное на работу, а ценность полученных результатов. Вы должны демонстрировать не усердие, а достижение, поэтому распределяйте время в зависимости от значимости заданий и первым делом беритесь за самую важную работу. Метод АБВГД Примените к своему списку метод АБВГД. Прежде чем приступать к работе, просмотрите список и снабдите каждый из пунктов одной из пяти указанных букв. При этом необходимо задуматься о вероятных последствиях выполнения или невыполнения соответствующих задач. Некоторые из них настолько важны, что последствия будут очень серьезными, а некоторые не имеют никакого значения, поэтому и последствий никаких не будет. Таким образом, все зависит от последствий. Успешные люди, обладающие высокой производительностью, затрачивают основное время на действия, имеющие большие потенциальные последствия. Неудачники порой работают усерднее и дольше, но расходуют время на действия, не влекущие за собой никаких последствий. Их выполнение или невыполнение не имеет значения. Расставьте рядом с каждым пунктом перечня буквы А, Б, В, Г или Д. Буквой А обозначьте дела, которые необходимо сделать. Их выполнение равно, как и невыполнение, имеет серьезные потенциальные последствия. Если вы не сделаете их или сделаете не вовремя, у вас возникнут большие проблемы. Это самые важные дела на день. Буквой Б промаркируйте задания, которые надо бы сделать. В случае выполнения или невыполнения, они имеют умеренные последствия. Рано или поздно вам придется за них взяться, но они не столь важны, как задания категории А. Придерживайтесь правила, в соответствии с которым нельзя переходить к делам Б, не завершив все дела А. Букву В поставьте рядом с пунктами, которые хорошо бы выполнить, но они не имеют никаких последствий. Сюда относятся проверка электронной почты, звонки домой, чашка кофе с коллегой. Все это неплохо, но от этого ничего не зависит. К сожалению, подавляющее большинство людей предпочитают заниматься делами категории В и В. Поскольку они выполняют их на рабочем месте, то полагают, будто работают, но это не так, не все, что делается в рабочее время, может считаться работой. Обозначьте буквой Г дела, которые можно поручить тому, кто способен их выполнить, но получает меньше вас. Если вы хотите получать 25 долларов в час 50 тысяч в год или 50 долларов в час 100 тысяч в год, на задание, которое может выполнить человек, зарабатывающий 10 долларов в час. Задание категории D можно смело вычеркнуть, и от этого ничего не изменится. Возможно, раньше вы ими занимались, но они потеряли свою важность. Откажетесь от них, это никак не скажется на вашей карьере. Дальнейшее упорядочение списка. Теперь снова вернитесь к своему списку и расставьте приоритеты для заданий категории A, снабдив их индексами A1, A2, A3 и так далее, в зависимости от важности. То же самое проделайте и для заданий категории B. После этого приступайте к заданию A1, самому важному и приносящему наибольшую пользу. Полностью сосредоточьтесь на нем и не прекращайте работу, пока не завершите его на 100%. Не отвлекайтесь ни на что другое. Эта простая формула составления списка, расстановка приоритетов и поочередное выполнение дел, начиная с самого важного, позволит удвоить и даже утроить отдачу от вашей работы. Это ключ к высоким результатам, а результаты, как вы помните, это все. Повысьте отдачу от вложенных усилий. Любая бизнес-стратегия предусматривает повышение отдачи от инвестированного капитала. Это значит, что компания стремится к увеличению объема сбыта и размера прибыли на каждую единицу вложенных денег и усилий. Ваш личный капитал – это физическая, умственная и эмоциональная энергия. Вы ставите перед собой цель заработать как можно больше, повышая отдачу от вложенной в работу энергии. Каждая минута, которую вы используете для планирования, сэкономит вам минимум 10 минут работы. Планирование отнимет у вас в день всего 10-12 минут, а взамен вы получите 2 часа производительного времени. 2 часа всего лишь за счет предварительного обдумывания работы. Отдача от вложенной энергии составляет в данном случае более 1000%. Время и деньги – взаимозаменяемые понятия, их можно вложить с толком или потратить впустую. Потраченные без пользы, они пропадают навсегда, их уже не вернуть. Но если вы инвестируете время и деньги с умом, то сможете получать отдачу от них на протяжении нескольких лет. Вкладывая деньги в доходные активы, вы обеспечиваете себя деньгами на перспективу. Именно так закладывается большинство состояний. Если вы инвестируете время и деньги в самих себя, совершенствуясь в своей профессии, то отдача выражается в повышении заработков. Вкладывая в свое развитие и эти дополнительные деньги, вскоре вы станете одним из самых ценных и уважаемых работников своей организации. Закон трех дел. Используйте в своей работе закон трех дел. Он заключается в том, что сколько бы дел вам ни было поручено, лишь три из них приносят до 90% пользы как компании, так и вам самим. Работая со своими клиентами, я нередко просил их составить список всех дел, которые они выполняют в течение недели или месяца. Как правило, их должностные обязанности включали в себя 20 или 30, а иногда и до 40-50 пунктов. После этого я объяснял им, что только три дела из этого списка обеспечивают 90% эффективности всей их работы, то есть ценность всех остальных выполняемых ими заданий составляет всего 10%. Ключ к повышению производительности заключается в том, чтобы выявить три самых важных дела и впредь посвящать себя исключительно им, игнорируя все остальные. Начните с оставления списка всех своих дел. Для определения трех самых важных три магических вопроса. Если бы я имел возможность целый день заниматься только одним делом из этого списка, то какой из них, приносящие максимум пользы мне и компании, я бы выбрал? Каким бы ни был ваш ответ, обведите его кружком. Если бы я мог целый день заниматься только двумя делами из этого списка, то какое второе, приносящее максимум пользы моему бизнесу или работе, я бы выбрал? Ответ на этот вопрос не так прост, как на первый, но обычно все же достаточно очевиден. Если бы я мог целый день заниматься только тремя делами из этого списка, то каким бы было третье, приносящее больше всего пользы? Определившись со всеми ответами, вы сами поразитесь тому, насколько эффективна данная формула. Если вы будете весь день заниматься только этими тремя делами, ваша карьера претерпит чудесные изменения. Из закона трех дел вытекают четыре следствия. Вы будете меньше работать. У вас никогда не возникнет оврала. Поскольку всех дел все равно не переделаешь, то для восстановления контроля над своей жизнью прекратите заниматься бесчисленным множеством разных мелочей. Вы сможете сделать больше важных вещей. Занимайтесь только тремя делами, которые вы выбрали. Лишь полностью выполнив важным делам больше времени, желательно весь день. Чем больше времени вы на них отводите, тем продуктивнее ваша работа в глазах окружающих и тем счастливее вы сами. Вы сможете совершенствоваться в своих главных занятиях. Это самая лучшая инвестиция в себя, на которую вы способны. Самосовершенствование позволяет резко повысить производительность и улучшить результаты, причем за меньшее время. Обещайте себе, что прямо с сегодняшнего дня начнете зарабатывать репутацию самого трудолюбивого сотрудника своей организации. Но никого не посвящайте в свои планы, пусть это будет ваш секрет. Практические задания. Составьте перечень дел на сегодняшний день. Расставьте приоритеты и начинайте работать над заданиями, которые дают возможность с максимальной пользой потратить время. Заставьте себя сразу браться за самое важное дело и не отвлекаться, пока оно не будет выполнено до конца. Глава третья. Время повышать доходы. Мысль представляет собой изначальный источник всех богатств, успехов, материальных благ, великих открытий, изобретений и грандиозных свершений. Клод Бристоль. Каждому хочется зарабатывать больше денег, чтобы в конечном счете достичь финансовой независимости. Очень многое определяется тем, что вы думаете о своих доходах и способах их повышения. Иногда я начинаю свои семинары с вопроса, что является вашим самым ценным финансовым активом. Подумав некоторое время, слушатели начинают давать ответы. Мой дом, депозит в банке, мой бизнес и так далее. Тогда я объясняю, что самый ценный финансовый актив любого человека это его способность зарабатывать. Под этим подразумевается умение добиваться результатов, за которые другие готовы будут заплатить. Вы можете потерять все свои деньги, пусть даже не по своей вине, но до тех пор, пока вы способны зарабатывать, вы можете вернуть их себе. Многие занимаются этим на протяжении всей жизни. Способность зарабатывать объединяет в себе все ваши знания, умения, опыт, образование, трудовой стаж и достигнутые результаты на протяжении целой карьеры. Развитию этой способности люди посвящают всю со временем может либо расти, либо обесцениваться. Она развивается, если вы постоянно повышаете свои знания и умения, наращиваете свою ценность, выполняете больше видов работ, за которые люди готовы платить хорошие деньги. Если же вы не совершенствуете свои знания и умения за счет упорной работы над собой, эта способность превращается в обесцененный актив. Из-за быстрого темпа изменений в нашей экономике и постоянной потребности в новых умениях невозможно оставлять их на прежнем уровне. Профессор Чикагского университета и лауреат Нобелевской премии Гэри Беккер пришел к выводу, что в нашем обществе уместнее говорить о разрыве не в уровне доходов, а в уровне умений. Люди, которые обладают знаниями и навыками, пользующимися огромным спросом, добиваются высоких результатов в работе и обращают эти результаты в деньги, производя больше продуктов и услуг. За такими работниками идет охота, они никогда не страдают от безработицы и их труд всегда хорошо оплачивается. Устаревшие навыки Если же знания и умения устарели и перестали пользоваться спросом, то их обладатели зачастую оказываются без работы на многие месяцы или даже годы. Беккер обнаружил, что главное различие между людьми, входящими в число 20% самых высоко оплачиваемых работников, чей доход растет в среднем на 11% в год и остальными 80%, у которых этот рост составляет всего 3% или меньше при условии, что они сохранили работу, заключается в их отношении к учебе. Самые высоко оплачиваемые сотрудники постоянно читают, учатся и совершенствуют свои знания. Андерс Эриксон, основатель программы «Элитный сотрудник», делает вывод, что большинство людей учатся только в течение первого года после приема на работу. Их цель освоить свои обязанности на таком уровне, чтобы не быть уволенными. На этом процесс прекращается, они перестают чему-либо учиться. Через 10 лет их производительность остается на том же уровне, что и спустя год после приема на работу. Так поступает 80% работников. Учеба до конца жизни. Люди, входящие в число 20% самых высоко оплачиваемых работников, учатся всю жизнь. Они постоянно пополняют свой арсенал умений и навыков, читают, приобретают новые знания и применяют их на практике. Они не дают себе поблажек в вопросах развития и самосовершенствования. Глава одной из компаний, входящих в перечень Fortune 500, недавно сказал, «Единственный реальный источник сохранения нашего конкурентного преимущества – это способность учиться и применять на практике новые знания быстрее, чем конкуренты». Эти слова имеют прямое отношение к вам. Ваш единственный источник личного конкурентного преимущества и сохранения занятостей и высокой зарплаты – это способность учиться и применять на практике новые умения, необходимые для повышения результативности работы. Доктор Эриксон пришел к заключению, что лучшие работники в любой сфере деятельности тратят намного больше времени на пополнение знаний и их использование, чем те, кто просто отрабатывает свое время. Этим и объясняется огромная разница между их доходами. Определите свое главное умение. Эриксон изучил деятельность людей, начавших свою трудовую жизнь в крупных компаниях и с годами дорожших до высоких руководящих постов, вплоть до генеральных директоров и председателей правления, чей доход в 280 раз превышал средний заработок в компании по состоянию на 2015 год. Выяснилось, что большинство из них на протяжении всей карьеры пользовались простой стратегией. Первый вопрос, который они задавали своему начальнику после устройства на работу, звучал так. Какой самый главный навык при доведении до совершенства поможет мне внести максимально ценный вклад в работу компании? Руководитель говорил, что если новый сотрудник добьется выдающихся успехов в маркетинге, работе в команде, подготовке презентаций, умении разбираться в финансовых документах или в чем-то еще, то это поможет ему выполнять свою работу лучше и тем самым поспособствует успеху компании. Работник подхватывал совет словно собака брошенную палку и тут же принимался за освоение этого умения, ставя перед собой соответствующую цель и разрабатывая план. Он составлял перечень мероприятий, необходимых для того, чтобы стать лучшим в данной области. Он находил книги, которые следовало прочесть, посещал курсы и семинары, слушал по пути на работу обучающий аудиозаписи. Магическое число. Эриксон установил, что такие сотрудники посвящали освоению новых навыков по два часа в день, пять дней в неделю. Каждая неделя состоит из 168 часов. Затрачивая на учебу лишь 10 из них, новые сотрудники, начавшие с нуля, строили успешную карьеру, причем достаточно быстро. Приобретая новые знания и умения, они повышали свою способность добиваться результатов и, как следствие, зарабатывать деньги. В то время, как их друзья развлекались на вечеринках, посещали спортивные соревнования или смотрели телевизор, они выкраивали по два часа каждый день, чтобы непрерывно совершенствоваться в своей работе. Альберт Энштейн писал, «Эффект экспоненциального накопления представляет собой самую мощную силу во Вселенной». Эти слова были сказаны о деньгах, но их можно применить и к знаниям. Уже на ранних этапах своей карьеры, такие люди понимали, что приобретенный новый навык не просто добавляется к уже накопленным, а усиливает их, повышая ценность всех имеющихся знаний и умений. С годами я обнаружил, что многим людям не хватает всего какого-то одного навыка, чтобы удвоить свой доход. Если бы им удалось его освоить, то в сочетании с умениями и опытом, которые имелись у них раньше, они могли бы стать вдвое ценнее для своей компании и получать вдвое больше. Представьте, что вы работаете на себя. 3% лучших работников в каждой отрасли берут на себя ответственность за все, что делают и за все, что получают. Как следствие, их можно считать индивидуальными предпринимателями, работающими на себя. И действительно, складывается впечатление, что они считают своей собственностью компанию, в которой работают. Бывший министр труда США Роберт Райх говорил, что придя на любую фирму, мог сразу же понять, какая культура труда там господствует. Это было видно даже по интонации, с которой работники говорили о компании и о своей работе в ней. В речи работников лучших компаний постоянно слышалось «мы, нас, наша». Люди вели себя так, словно были владельцами компании. Они не отделяли себя от нее, а брали на себя всю ответственность за результаты ее работы. В компаниях рангом пониже от работников можно было услышать только «они их им». Они рассматривали компанию как нечто отдельное от них, как организацию, которая только предоставляла им рабочее место и платила деньги. По некоторым оценкам, до 65% наемных сотрудников в наши дни внутренне не связывают себя с организациями, в которых работают. Они просто отбывают рабочее время, не прилагая особых усилий, и постоянно просматривают в интернете объявления о вакансиях в других фирмах, мечтая сменить место работы. Вы – глава правления. Лучшие работники ведут себя по-другому. Они считают себя генеральными директорами, председателями правления своей карьеры. Они управляют компанией, носящей название «Я». Эрл Найтингейл однажды сказал, «Самая большая ошибка считать, что ты работаешь не на себя, а на кого-то другого. Каждый должен быть сам себе начальником». Не имеет значения, кто выписывает вам ведомость на зарплату. Вы зарабатываете ее сами. Вы все время работаете на себя. Вы управляете компанией по оказанию личных услуг, в которой занят только один человек. Вы сами. Единственный продукт, который вы можете предложить рынку, это ваши услуги. Благо, которое вы получите взамен, зависит от того, насколько ценными ваши услуги окажутся для окружающих и готовы ли вы повышать эту ценность на протяжении всей карьеры. Чем определяется ваш доход? На размер дохода влияют три основных фактора. Характер выполняемой работы, качество ее выполнения, то, насколько трудно вас заменить. Если вы недовольны тем, сколько вам платят, надо начинать заниматься другим делом или повысить качество работы, которой вы заняты в настоящее время. Кроме того, надо стать незаменимым для компании, чтобы при поиске другого работника на ваше место начальство столкнулось с огромными трудностями. Поскольку все три фактора зависят от вас самих, то безработица, низкая оплата, не отвечающая вашему потенциалу, это ваш личный выбор. Каждый человек сам определяет размер своего заработка, он сам решает, сколько стоит его труд. Ваше финансовое будущее зависит от того, что вы делаете и чего не делаете. Выдающийся экономист Людвиг фон Мизас писал, «Любое действие влечет за собой одно или несколько последствий. Способность точно предугадывать последствия своих действий свидетельствует о высоком интеллекте». Мизас подчеркивал, что все вызывающее последствия может считаться действием, даже если речь идет о бездействии в определенных ситуациях. Ведь последствия бывают не только от того, что вы делаете, но и от того, чего не делаете. И результаты бездействия порой оказываются куда более серьезными, чем можно себе представить. Человек, который приходит на работу в последнюю минуту, проводит весь рабочий день в общении с друзьями, часто пьет кофе, подолгу обедает и убегает домой при первой же возможности, должен рассчитывать на негативные последствия, причем уже в скором времени. Если же он не совершенствует свои знания и навыки, не умеет распределять время, не выполняет порученную работу, то такое бездействие тоже крайне отрицательно скажется на его карьере. Природа беспристрастна. Каждому хочется больше зарабатывать, быстрее продвигаться по карьерной лестнице, быть финансово независимым. Но природа беспристрастна. У нее нет фаворитов. Она похожа на статую Фемиды с повязкой на глазах. Природа как бы говорит, если хочешь больше получить, надо сначала больше отдать. Эту мысль можно выразить и иначе. Нельзя извлечь больше, чем вложил. Я всегда охотно цитирую немецкого философа Гёте. Природа не признает шуток. Она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга, она всегда права. Ошибки же и заблуждения исходят от людей. Человека, не способного оценить ее, она презирает. И только способным, чистым, правдивым она уступает и открывает свои секреты. Эти слова вполне можно применить и к миру труда. Природа говорит, что вы можете иметь столько денег, сколько захотите, но их необходимо заработать служением людям, предоставляя им вещи, в которых они нуждаются и за которые готовы заплатить. Элай Калловей, основатель компании Калловей Гольф, однажды сказал, нынешние результаты вашего бизнеса в точности соответствуют тому, как вы его ведете. По-другому быть не может. То же самое относится и к вашей личной корпорации услуг. Ваша предыдущая жизнь и карьера, ваш набор знаний и умений, отношения к работе ведут к тем результатам, которые вы сегодня получаете. Если вы хотите получать нечто большее и лучшее, надо лучше работать и повышать свою ценность, в частности, за счет приобретения новых умений, которые позволят вносить больший вклад в успех компании. Подумайте о последствиях. Ваша способность учиться и приобретать новые знания и умения влияет на вашу жизнь сильнее всего. Это значит, что если вы постоянно учитесь и развиваетесь или наоборот остановились в своем развитии, то последствия могут оказаться колоссальными. Приобретение и развитие одного ключевого навыка в дополнение к уже имеющемуся набору знаний и умений могут быстро удвоить вашу ценность, а вместе с ней и доход. Одними из самых важных понятий в бизнесе стали в наши дни бизнес-модель и ценовое предложение. И здесь предполагается ряд вопросов, касающихся продукта. Что это? Для чего предназначен данный продукт? Какие проблемы он решает? Каких результатов можно достичь с его помощью? Эти же вопросы можно задать и относительно услуг, которые вы собираетесь предложить рынку. В них заложены быстро меняющиеся потребности, желания и требования клиентов, работодателей на конкурентном рынке труда. Подобные вопросы вам предстоит постоянно задавать себе на протяжении всей карьеры. Время, потраченное на такой самоанализ, может оказаться самым важным в вашей жизни. В чем заключаются ваши основные знания и умения? Какую самую важную и ценную работу вам приходилось выполнять? Каковы главные результаты и достижения, которых вы добились для своего работодателя и для себя лично? Каковы ваши сильные стороны на сегодняшний день? Какие дополнительные качества вам понадобятся, чтобы через 6 месяцев или год добиться успеха в карьере? И, наконец, самое главное, какое одно умение при условии овладения им в совершенстве окажет наибольшее положительное влияние на мою жизнь и карьеру? Какое одно умение способно удвоить мой доход? Это, пожалуй, самый важный вопрос для успешной карьеры. По мере стремительного роста объема информации, развития технологий и обострения конкуренции, ответ на него будет меняться, каков ваш план учебы и развития на завтра. Разработайте план личного совершенствования. Как вы планируете стать одним из ведущих работников своей отрасли? Люди не планируют неудачи, они просто неудачно планируют. Поставьте перед собой задачу осваивать новые навыки по очереди, один за другим. Самое интересное здесь, то, что если полностью сосредоточиться только на одном деле, то вы сразу же почти непроизвольно начнете в нем совершенствоваться. То же самое происходит и со всеми очередными навыками. Сконцентрировавшись на развитии индивидуальных умений, вы меняете образ мышления и начинаете по-новому распоряжаться временем. Час за часом, день за днем. Вы превращаетесь в обучающуюся машину, впитывающую новые знания. Лучшие работники полностью посвящают себя учебе, словно от нее зависит их будущее. Да, на самом деле так оно и есть. Прямо сегодня примите решение каждый день, каждую неделю, каждый месяц выделять время на учебу. Отведите у себя дома для этого специальное место, составьте распорядок дня, предусматривающий учебное время, и заставьте себя строго его соблюдать. Если вы готовы на протяжении нескольких лет авансом платить за успех требуемую цену, то неизбежно выбьетесь в число лучших в своей сфере деятельности. У меня есть для вас хорошая новость. Вы можете научиться всему, что необходимо для достижения поставленных целей. И чем больше вы учитесь, тем больше объем знаний сможете освоить. Сосредоточившись на усвоении новых для себя предметов, вы активизируете нейроны своего мозга, которые связаны с сотнями и тысячами других нейронов. Как следствие, вы будете становиться все умнее и умнее. Ваш мозг начнет действовать быстрее и четче. Выполнение каждой новой задачи будет даваться вам все с большей легкостью. Если вы будете учиться на протяжении всей жизни, то ваш потенциал не будет иметь пределов. Практические задания. Определите один навык, который при условии достижения совершенства в нем даст вам возможность зарабатывать больше денег, чем какой-либо другой. Поставьте перед собой цель развить в себе этот навык. Создайте учебный план по его освоению, а затем сосредоточенно работайте над ним, сколько бы времени это не заняло. Отводите не менее 10 часов в неделю на учебу и развитие своих главных умений. Глава четвертая «Свободное время». Первоисточник всех богатств находится в голове. Богатство это прежде всего идея, а не деньги. Роберт Кольер. Один из самых важных периодов нашей жизни это то время, которое мы по привычке именуем свободным. Неделя состоит из 168 часов. В среднем человек работает по 8 часов в 5 дней в неделю, 40 часов, 8 часов спит, 56 часов, 4 часа затрачивает на одевание, еду и поездки на работу и с работы 28 часов. Все это в сумме составляет 124 часа, после чего остается еще 44 часа свободного времени. К сожалению, среднестатистический человек тратит это время на просмотр телепередач, всевозможные развлечения, разговоры с друзьями и другие действия, которыми мы обычно заполняем досуг. Но именно тем, как вы используете свободное время, и определяется разница между успехом и неудачей. Вы можете посвятить его веселью, а можете вложить в свое будущее. Побочные продукты жизни Для некоторых предприятий, особенно использующих в процессе производства много сырья и природных ресурсов, характерно большое количество отходов, которые надо куда-то девать. С годами по мере развития науки появляется возможность использования отходов для производства новых продуктов на продажу. То, что раньше выбрасывалось, теперь может приносить пользу. В результате отходов становится меньше, а полезных товаров больше. Иногда оказывается, что отходы промышленного производства приносят больше доходов, чем основной продукт предприятия. На протяжении нескольких десятилетий немецкая химическая корпорация Bayer не знала, что делать с огромным количеством ацетилсалициловой кислоты, остававшейся в виде побочного продукта при изготовлении других химических веществ. На территории предприятия выселись целые горы этого кристаллического порошка. Но однажды руководители фабрики заметили из окон своих кабинетов, что сотрудники, приходившие на работу с утра в понедельник, зачерпывают пригоршнями этот порошок и уносят с собой. Когда рабочих спросили, зачем им порошок, они ответили, что он прекрасно снимает головную и мышечную боль, причиной которой служат как утомление от работы, так и похмелье после выходных дней. Так было открыто замечательное свойство вещества, которое впоследствии получило всеобщую известность под торговой маркой Аспирин. Сегодня Аспирин фирмы Bayer является одним из самых популярных и доходных лекарств, имеющих многоцелевое назначение и продающихся без рецепта. Он сказочно обогател компанию, принося и миллиарды долларов. Доходы от его продажи, пожалуй, превышают прибыль от тех химических продуктов, для которых он служил отходами. Ваши личные побочные продукты Вашей жизни побочным продуктом можно считать свободное время. Если использовать его с умом, можно существенно повысить свою ценность, следствием чего станет рост доходов. Свободное время – это поистине ценный побочный продукт Вашей деловой жизни. Если у Вас обычный режим дня, то каждый будний день в Вашем распоряжении имеется около четырех часов, которыми Вы можете распорядиться по своему усмотрению, а в выходные дни свободное время составляет примерно шестнадцать часов. От того, как Вы их используете, во многом зависит Ваше будущее и Ваши достижения в ближайшие месяцы и годы. Если Вы инвестируете этот побочный продукт в освоение новых идей и развитие новых умений, то дополнительно полученные знания и навыки магическим образом усилят уже имеющуюся базу, давая возможность в несколько раз повысить результаты своего труда и зарабатывать больше, чем многие окружающие. Войдите в число высокооплачиваемых сотрудников. Из правила 80 на 20 следует, что на 20% работников любой отрасли должно приходиться 80% всей зарплаты. Прикидывали ли Вы с карандашом в руке, что это на самом деле значит? Представьте себе, что в компании работает 100 человек, а общий фон зарплаты составляет миллион долларов в месяц. Если 20% сотрудников, то есть 20 человек получают 80% зарплаты 800 тысяч долларов, то остальные 80 человек зарабатывают в общей сложности 200 тысяч. Продолжая расчеты, Вы обнаружите, что средний доход 20% сотрудников с самыми высокими заработками составляет 40 тысяч на человека. В то же время средний доход 80% сотрудников с низкими заработками составляет 2,5 тысячи долларов. Каково соотношение зарплат этих двух групп людей, разделим 40 тысяч на 2,5 тысячи и обнаружим, что они отличаются друг от друга в 16 раз, хотя рабочий день у всех одинаков и длится 8 часов. Этот принцип действует во всем мире. 20% людей с самыми высокими заработками получают в среднем в 16 раз больше, чем остальные 80%. А если взять 20% от 20%, то есть 4% элитных сотрудников, то их заработки выражаются колоссальными числами. Моя собственная история. В 24 года я носил дырявую обувь и безуспешно пытался начать комиссионную торговлю. Один из коллег как-то поинтересовался, слышал ли я о правиле 80 на 20 и о том, что 20% продавцов получают 80% всей выручки. До этого я никогда не имел дела с так называемым принципом Паретто, но сразу понял, что у меня есть право выбора. Я могу зарабатывать мало или много. На тот момент я зарабатывал мало, поэтому принял решение сделать все, что в моих силах, чтобы войти в число верхних 20%. Это решение изменило мою жизнь. С у преуспевающих людей, что они делают не так, как я. Я читал книги тех, кто добился успеха, слушал обучающие аудиопрограммы об успешных продажах, посещал семинары о достижении успеха, где подробно разъяснялось, что надо делать, чтобы, начав с нуля, подняться к вершинам. Одна из истин, которую я усвоил, заключалась в том, что люди, принадлежащие к верхним 20%, когда-то были в числе нижних 20%. Каждый из тех, кто добился финансового успеха, когда-то был бедняком. Практически все сегодняшние богачи в свое время выбирались из нужды, и поворотным пунктом в их жизни было решение стать лучшим работником своей отрасли. Обещайте себе сегодня войти в число 20% лучших представителей своей профессии. Если вы уже находитесь там, повысьте порог до 10%. Поставьте перед собой ясную цель. Невозможно попасть в мишень, которой вы не видите. Невозможно достичь цели, которую вы лишь смутно себе представляете. Чем бы вы сегодня не занимались, постарайтесь узнать, сколько зарабатывают 20% лучших представителей вашей профессии, а потом поставьте перед собой начальную цель достичь этого уровня. И здесь я могу вас обрадовать. Если вы твердо решили войти в число 20% лучших работников своей отрасли, никто и ничто не сможет вас остановить, при условии, что вы не сдадитесь сами. Внутренняя решимость сильнее любого воздействия со стороны. Дайте себе такое обещание. Объехав 120 стран мира, я не встретил ни одного человека, который не попал бы в число 20% лучших представителей своей профессии после принятия решения сделать для этого все, что только в его силах. Иначе быть просто не может, если вы что-то твердо решили для себя, а потом подкрепили эту решимость месяцами и годами тяжелого упорного труда. У таких людей есть девиз «Не остановлюсь, пока не сделаю». Причиной основной проблемы сегодняшнего общества является разрыв между уровнями не доходов, а умений. Самые высокооплачиваемые люди располагают умениями и навыками, которые пользуются спросом, а у тех, кто мало получает, таких навыков нет. Однако знания и умения не раздаются как подарки на Рождество, они приобретаются за счет длительного, упорного и целеустремленного труда. Продолжайте учиться и развиваться. Люди, входящие в число 20% самых высокооплачиваемых специалистов, умело используют свое свободное время. Они продолжают учиться на протяжении всей карьеры. В результате их заработки увеличиваются в среднем на 11% в год, а при доходности в 11% годовых ваше состояние удваивается каждые 7 лет. Это означает, что если в 20 лет вы займетесь ежедневным самосовершенствованием, посвящая учебе в среднем по 10 часов в неделю, то к 27 годам станете получать вдвое больше, чем в самом начале. К 34 годам ваш заработок в очередной раз удвоится. Следовательно, вы будете получать уже в 4 раза больше и войдете в число самых высокооплачиваемых специалистов в своей профессии. Если вы будете непрерывно развиваться, повышать свою производительность и доход на 11% в год, то к 39 годам снова удвоите свои доходы. А это уже прямой путь к богатству. Продолжая следовать этой линии на протяжении всей жизни, уже в 40-50 лет вы войдете в число 10% самых высокооплачиваемых работников мира, а может быть даже в 1%. Люди из верхних 20% учатся и развиваются всю жизнь. Люди из нижних 80% прекращают приобретать новые знания и умения, едва освоив базовые навыки своей профессии. В какую категорию вы хотите входить? Кем видите себя в ближайшие годы? Прямо сегодня примите решение каждую неделю инвестировать 10 часов свободного времени в свое будущее. Это будет одно из лучших решений, которые вы когда-либо принимали. Практические задания. Воспользуйтесь эффектом накопления в процессе приобретения дополнительных навыков в свободное время. Примите решение войти в число 20% самых высокооплачиваемых специалистов своей профессии. Узнайте, чем занимаются самые высокооплачиваемые работники в свободное время и берите с них пример до тех пор, пока их образ мышления и действий не станет для вас привычным. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok